Недавно минувший день пожилого человека стал светлым и радостным праздником не для всех пенсионеров. Неприятным сюрпризом для Читинки с ограниченными по здоровью возможностями Тамары Ивановны Петровой стала стоимость услуг, предоставляемых социальными службами. Сколько стоит милосердие, выясняла Елена Камогорцева. Более 40 лет Тамара Ивановна сеяла вечное, разумное, доброе в душах студентов Читинского техникума отраслевых технологий. Выпускники нет-нет, да навещают любимого педагога. Сама она на улицу уже давно не выходит, ноги подводят. Абузой для кого-то 80-летняя пенсионерка быть стесняется. По хозяйству ей помогает специалист Ингодинского комплексного центра социального обслуживания населения «Милосердие», услуги которого платные. Перескуранцент Тамара Ивановна знает почти наизусть. Например, за мытье одного квадратного метра полов надо заплатить 60 копеек, квадратный метр окна дороже – 6 рублей 20 копеек. За одноразовую доставку продуктов общим весом 4 килограмма надо заплатить 13 рублей 10 копеек. Часами пенсионерка вырабатывает тактику экономии. Записываю, допустим, мне купите то-то, то-то, то-то и смотрю, чтобы было 4 килограмма, не больше. А если на 200-300 грамм выше, значит в двойном размере берется. К таким товарно-денежным взаимоотношениям с центром «Милосердие» Тамара Ивановна давно привыкла. Не сетует и не обижается. Наоборот, два раза в неделю ждет своего социального помощника. В день пожилого человека ждала с особым нетерпением. Пенсионерке позвонили из техникума, пригласили на праздничный вечер и сообщили о том, что в подарок ей выделили 500 рублей. Выезд на встречу с коллегами – проблема, зато денежный сюрприз, кстати. Получить его Тамара Ивановна поручила соцработнику, что та и сделала за 97 рублей. Именно столько стоит представительство в государственных органах. Арифметика простая – 500 минус 97 от подарка коллег останется 403 рубля. И обида на такое милосердие. Я не считаю, что это обиды. Мы работаем с каждым клиентом по договору на социальное обслуживание, в котором прописываются все оказываемые ему услуги. Также у каждого клиента дома есть тарифы на оказание социальных услуг, утвержденные региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. И каждый клиент, когда заказывает определенную услугу, он уже знает, какова его стоимость. Вот только читают тарифы на оказание соцуслуг две договорившиеся стороны по-разному, причем каждый в свою пользу. Если бы Тамару Ивановну в соцслужбе заранее предупредили о своем прочтении тарифов, пенсионерка от услуги бы отказалась. Милосердие, задуматься милосердие, это все-таки должно быть чуткость, порядочность, доброта, внимание. Теперь все платное, бесплатное. Разъяснение содержания мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Забайкальского края. Осказание психологической помощи, беседы, общения, выслушивания, подбадривания, это тоже бесплатно. Разговор по душам, внимание и сопереживания для немощных людей услуга бесценная. Но в деловом прескуранте не только на все предусмотрены цены, но и сколько раз в месяц ими можно воспользоваться. Елена Камогорцева, Виталий Квашнин, Вести Чита.